Вот эта стройка признана самостроем. Застройщик не предоставил никакой документации в надзорные органы и теперь по решению суда этот дом сносят. Строительство дома началось еще в 2014 году. За это время заложили три этажа. Жителей окрестных домов давно беспокоила затянувшаяся стройка по улице Тухачевского и в прошлом году иска проверки объекта появился в жилком надзоре. Оказалось, что у застройщика нет никаких документов на стройку, хотя участок находится в его собственности. Отсутствует какая-либо проектная документация на данный объект недвижимости, соответственно отсутствует заключение экспертизы по этой документации, ну и как следствие отсутствует разрешение на строительство. То есть этот объект возведен абсолютно самостоятельно без каких-либо разрешительных документов. По факту мы имеем построенный объект без каких-либо документов, без какого-либо надзора, поэтому пришлось принимать меры. И меры приняты радикальные. За незаконное строительства. Застройщик уже заплатил штраф, а также судом вынесено решение о сносе незаконной стройки. Причем за счет собственника. Эта процедура, по словам подрядчика, который осуществляет снос, обойдется не в один миллион рублей. Решение суда вступило в силу и снос здания уже ведется. Вернуть участку прежний вид планируют до конца мая. Это первый случай, когда управление жилкомнадзора добилось сноса незаконной стройки через суд. Но в ведомстве наберется десяток подобных жалоб о незаконных стройках со всего края. Проверки проводятся активно, а в Пятигорске уже ведутся работы по демонтажу одного из домов.